доброе утро дорогие друзья сегодня в программе утренний кофе одна из самых ярких интересных девушек на московском светском небосклоне мало того что человек редких душевных качеств красоты но еще невероятного ума надежда оболенцева оля спасибо большое утренний заряд бодрости получила спасибо на и скажи вот вы с ириной кудриной организовали клуб 418 такое новое явление очень интересное и востребованное как родилась эта идея что это за клуб ну идея как всегда родил наши наши компании родилась спонтанно я как раз заканчивала второе свое образование связано с историю искусства а ирина она занималась французским с преподавательницы которая увлекалась французской литературой и она и начала что-то рассказывать про она вот так интересно рассказывайте давайте еще друзей своих соберу и мы сделаем так мы все послушаем потому что я уже не могу всем пересказывать что вы мне рассказываете поэтому и вот как-то образовалась человек наверное 15 может быть чуть больше и вот все послушали это было перед было весной по моему и все начали она еще по моему если я не ошибаюсь дала какой-то список литературы советом прочитать в каникулы и все стали просто вот как это приставать серия когда мы там уже что-то прочитали когда мы встретимся когда следующая встреча когда мы обсудим а когда-то когда все и тут ирина сказал на этого что-нибудь все таки сделаем потому что они все хотят идти и надо как все это организовать и вот мы как-то сели и уже следующие лекции сделали уже как организованную историю а почему 418 что это за цифр это адрес это какой-то шифр пару для тех кто знает на самом деле опять это произошло все совершенно случайно потому что так как мы у нас обязательно должно было быть присутствие слова интеллектуальный клуб то мы думали над названием и с любое слово либо очень пафосно либо очень как-то то есть все было вообще называешь и разве что-то вообще не хочешь никак никогда ни при каких обстоятельствах мы долго думали-думали а на тот момент сына ирины артем он говорит слушайте я вот честно мурологии тут увлекся давайте вообще какие нибудь придумают цифры разложу у вас все пойдет все замечательно так давай кто-то к нам приходит и говорит 418 почему 417 вообще откуда ну потому что четыре стороны света единицы знания 8 бесконечности вам что они подходят ну конечно вам подходит все потому что как ты тут уже но на самом деле все сложилось потому что у клуба безупречная репутация и уровень тех лекторов которые вы приглашаете но он говорит сам за себя и начиная это гаевского и льва додина и эрика булатова и я знаю что люди уже идут с удовольствием именно рассказать и в чем-то поделиться как вы этого достигли потому что такие люди редко вообще тратят свое время на то чтобы ходить еще что-то рассказывать хочу похвастаться сразу наверное того что у нас уже вторая победа что лектор не просто к нам приходят они еще когда от нас уходят они с радостью к нам возвращаются что они с каким-то очень что до нас доходит приятными какими-то отзывами желаю с какими-то дружественными очень настроениями у нас обычно лекторы приходят не по одному разу а несколько то есть и либо это серии лекций либо это вот мы открыли филиал в питере либо туда как бы поездка до сезон и каждая лекция она уникальная то есть но они не повторяются то есть даже если человек приходит вроде бы кажется что направление одно тот украш сакуров прочитал две совершенно разные лекции и они были по настроению и по тематике как-то вот они даже невозможно скажи пожалуйста бытует такое мнение что люди которые живут светской жизнью вот которые на поверхности этой пены если чем поверхностные они не интересны они скучны их интересуют только вещи покупки поездки и все разговоры исключительно вот ни о чем но мнение о членах вашего клуба она почему это люди ну такие наиболее культурно и одухотворенные и глубокие многие повидавшие кто члены вашего клуба кто вот эти люди которые завораживают ваших лекторов что они с удовольствием приходят еще и еще ну наша аудитория то очень благодарные слушатели на самом деле это люди которые нас очень разношерстная аудитория публика но при этом объединяет одно что интерес действительно желание узнать понимание что перед ними абсолютно звезда я не побоюсь этого слова то что каждый наш лектор своей сфере звезда просто как бы может быть кого-то вы там знаете потому что там сми и так далее ну а кто-то просто вот например там есть люди которые вадим иисеевич гаевский да его знали только люди которые будут в среде балетные которые читают критику и тогда они понимают что ой вадим иисеевич его же невозможно нигде встретить пригласить увидеть и пообщаться там ты да в том-то и делай но он то есть его там фамилия это просто вот ну и не знаю но слуху всех образован абсолютно поэтому и наверное объединяет одно интерес и любопытное жизненное нежелание останавливаться то есть понимание что даже никакого количества там прочитанных книг образований и всего не дает тебе возможность сесть искать все я все знаю я расслаблю а вы можете кому-то отказать в членстве сказать что нет извините как не готовы конечно 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 потому что у нас очень сложный формат мы выбрали самый сложный формат клуба потому что его вы не допустите свой вот лекторий много и как бы они разовые да и когда там грубо говоря 200 человек народу то ты не переживаешь не за атмосферу ничего у нас же все-таки салонная история то есть там 20 человек плюс-минус и я всегда против когда больше 20 потому что теряется вот атмосфера именно возможно такой интимный среди правильные квартирный какой-то даже бы сказала история потому что нас лектор читает 40 минут час час 30 лекцию а потом гости имеют возможность задавать вопросы и вот как бы это моя самая любимая часть и поэтому соответственно кто не выполняет каких-то просто элементарных что это вот к примеру я не знаю я например меня ну я очень трепетно отношусь к лектору то есть у меня ощущение что мы позвали в гости человека которого очень уважаем и дорожил и если кто-то там не знаю отвечает по телефону слава богу нас такого не это там или я не знаю громко начинает двигать стулья там или перебивать лектора то есть такие вещи у нас недопустимы в принципе это элементарные рамки поведения есть элементарные рамки за реличи и реличи на ищу культуру это общая культура абсолютно как вы с ириной распределяете обязанности бывают какие-то конфликты например ира хочет пригласить какого-то лектора ты категорически говоришь что это не интересно в пример ну нет слава богу с ирой очень давно знакомы поэтому и как бы у нас очень редко расходится мнение а главное что мы всегда как кит находим компромиссы и совершенно это не чуть-чуть никогда ни в каких конфликтных ситуациях не происходило но обычно мы наоборот что о как классно я тоже об этом думала или тому как можно я вот подумала забыла сказать обычно у нас как-то так или наоборот ну что-то намечаем а потом в какого-то конца нею ли от меня это приходит и вот ну наоборот как в таком направлении скажи бывает ли такое что ты сталкиваешься с очень поверхностным отношением к себе ну вот светская девочка вот что-то там решил такое сделать и такое надо может быть бывает сопротивление как ты с этим справляешься я на чем обращаем молодец молодец отличный ответ потому что на самом деле клуб уже два года до и мало того что видеть такую регулярную клубную деятельность вы еще поддерживаете фестивали самые интересные фестивали это фестиваль торговского которые такие но авангардные необычные да блатовский фестиваль нас сейчас будем делать его да мы будем это делаем это расскажи об этом направлении да с удовольствием тоже да мы поддерживаем не только фестиваль мы поддерживаем интересные нам проекты опять же наших лекторов или там друзья мне больше нравится вообще все это уже объединять не лектор и члены клуба а друзья клуба как-то вот более человечество лично больше придает вот атмосферу который у нас вот и мы сейчас будем делать в конце сентября фестиваль в псковской области с администрации псковской области и с боковым алексеем мы будем делать фестиваль свободных искусств вот тут клуб выступает первый раз наверное как вот продюсер продюсеры потому что мы будем выбирать программу мы будем смотреть что как вот но это естественно все равно это все абсолютно никакая не коммерческая история мы просто хотим чтобы то что мы за два года нам интересно интересно нашим членам клуба мы хотим это чтобы это увидеть дальше развивала а если какая-то миссия вашего клуба вот как вы видите цель того что вы делаете ну глобально наверное мы хотим чтобы мы хотели бы чтобы больше наших друзей и знакомых и разделяли нашу точку зрения наш вот эту влюбленность каждого нашего нового лектора грубо говоря потому что нам очень приятно когда не просто я ира там и оля смотрим слушаем например там вот в эту среду будет юр борисович норштейн да а что это уже там 30 человек да и вот поет в питер там еще там столько же и вот потом это уже как-то до тебя даже доходят от какой-то объединение людей и это очень у культурному до срезу да и это очень приятно когда люди тебе действительно благодарны за то что у них есть такая возможность это услышать посмотреть на перечитать там не знают например когда к нам приходил клейман да у нас только фильмов которые надо пересмотреть столько книжек которые перечитать то есть это же ну как бы такая такое сообщество которое очень заразительно вот и замечательно замечательно с удовольствием поеду в псков да я думаю потому что все то что вы делаете это очень душевное искренне и на очень хорошем уровне спасибо мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и потом вернемся и снова здравствуйте у нас в гостях программа утренний кофе прекрасная великолепная умная обаятельная совладельца интеллектуального клуба 418 надежда боленцева на сейчас хочется поговорить о другой стороне твоей жизни как мне сказала одна моя приятельница если ты вдруг увидишь человека с телефоном ты заглянешь в этот телефон и человек сидит в инстаграме то 99 и 9 процентов это будет инстаграм надя боленцевой ты очень популярная светская девушка все хотят знать как ты живешь чем ты живешь в чем твои интересы не угнетает ли тебя это как ты к этому относишься вот такой невероятной светской популярности ну оль честно говоря я мне кажется что это я даже и как это не достойно ваших комплиментов когда я смотрю на видео которых там по миллиону и 2 миллиона подписчиков то я понимаю что грубо говоря мой инстаграм точно не популярен то есть это я его использую как с вами у тебя качество людей которые за тобой следят она резко отличается от тех у которых по миллиону и по два скажем так то есть ты к этому легко относишься даже об этом не думаю я это использую с огромным удовольствием как связь с моими друзьями которых я не могу на про каждый день с теми с которым на каждение мог яченко аналогично использую мне понятно кто где вот только путешествует какие-то советы интересные заметки я знаю что ты дружишь и тесно общаешься с доминика дочь и со стефана габбана это самый наверное популярные дизайнеры на российском рынке расскажи о них немножечко и почему вот именно их одежда так популярна у российских женщин ну сказать дружить наверное это очень громко но я по крайней мере стефана подписаны тебя в инстаграме и даже лайкает да вот но просто это получилось так потому что я у них шила платье и они наверное одни из немногих дизайнеров которые относятся очень личностные участливо к своим клиентам которые готовы которым и действительно доставляет удовольствие в общении и они делают замечательные прям вечеринки на которых сами веселятся так что можно позвать и можно поучиться однозначно даже почему русские девушки так любят дольче габбана даже песни есть я иду такая вся дольче габбана почему это же просто марш мне кажется вот только они всю жизнь все-таки любят женские какие-то силуэты женск они любят женщину с этим то них никогда не было какого-то ухода в авангард ухода в какой-то минимализм они всегда подчеркивают и кружево да я вообще это все сама по этому схожу вот эти вот все вот какое-то все такое очень долл долл да и при этом поэтому они всю жизнь свои вот сицилийская богиня это вот их вечная история они как-то вот поэтому а это очень многие русские девушки тоже удивительно тоже нас такой холодный климат у них жаркая сицилия и насколько все это соприкасается горячая душа до душа горит и полоса я все запало скажи мне как вот ты проводишь свое свободное время потому что график конечно очень напряженной это и организация лекций на самом деле очень большая сложная работа и на что ты его тратишь ну мне все время кажется что мне нет свободного времени при этом когда начинаю думать я не понимаю когда куда она у меня дьется не боюсь этого слова но и кусок всегда хочется при этом следить за собой то есть я конечно спорт не ставлю на первое место свои своем расписании но хочется им уделять время спорт как косметолог массаж вообще идеальный день если я за неделю это успевает это просто счастье удачный неделю удачная неделя да ну конечно выбивает очень сильно поездки потому что вот если ты куда-то уезжаешь что у тебя сразу все так что сдвигается особенно с питером то есть туда все равно три дня микро свой лекция в 1 месяц питере да это вообще ерунда какая мы в москве делаем раз в неделю ничего страшного а сейчас когда раз в неделю и это три дня когда еще нужно уезжать либо в четверг либо во вторник уже возвращаться потому что лекцию не принято у нас прогуливать то соответственно получать что тебя пол недели вообще уходят в лет и остается буквально там поэтому наверное свободное время я на общении со своими друзьями и родственниками наверно так ты читать не только большой красоты но и действительно очень хороших редких душевных качеств я просто тебя знаю давно и не понаслышке поэтому говорю совершенно искренне так как она есть вокруг тебя огромное количество людей которые хотят с тобой дружить которые хотят к тебе прикоснуться скажи мне как ты и выбираешь людей понимаешь мне кажется это очень сложно когда вот столько листья и комплиментов и зависти как ты выстраиваешь какие-то внутренние барьеры чтобы оставаться но такой нежный и в то же время очень человеколюбивый вот а значит и временами бываю не человеколюбивый но ты знаешь я очень я жалев поэтому это жале вот поэтому очень люблю общаться с новыми людьми я люблю очень ну то есть мне доставляет это большое удовольствие почему я сказал о том что наверно одна из основных вот для меня если меня запереть например дома то я сойду с ума даже если там будут книжки фильмы и просто если я не буду общаться меня если я посмотрел фильме надо обсудить если он не обсудил со своими друзьями я вообще он как бы не закончили тебя если ты не сфотографировала еду в инстаграм то ты не ела если я не обсужу со своими друзьями я не ну как это невозможно вот поэтому мне это нравится просто другое дело что когда очень много людей то конечно и особенно не близких тебе то есть у нас все-таки круг он достаточно вот именно с кем общаешься да он достаточно все равно ограниченной ведь это уже люди которые тебе там симпатичны которые ты знаешь годами которые ты получаешь от этого удовольствия поэтому как бы с этим проблем нету новые люди ну это уже не 15 лет уже как-то ориентируешься стараешься у нас программу утренний кофе я знаю тебя давно я ни разу не видел тебя в плохом настроении не знаю может не так повезло связи с этим к тебе вопрос что нужно сделать для того чтобы твой день задался как нужно его начать ну вот наверное мне кажется мне проще правда сказать что нужно сделать чтобы он не сдался тоже вариант уже это должно быть я не знаю я тут где-то прочла дорогой скажи мне что ты меня любишь но почему опять нужно начинать день со скандала да нет но я просто считаю что есть тоже выходишь куда-то зачем другим портить настроение своим плохим настроению нужно собраться ну мне кажется мне вот я ну то есть это должно быть что-то совсем совсем должно быть меня происходить чтобы я вот ну правда это точно может не подтвердит мой муж и моя мама не верю если что-то такое чтобы ты никогда не простила человек мой такой сложный вопрос потому что наверное простить можно все просто вопрос как у тебя просят это прощение ну то есть как не в том смысле на насколько человек понимает что он сделал наверное есть какие-то вещи которые нельзя простить или очень тяжело простить или можно простить но нельзя забыть до конца ну вот я говорю все время нюанс запомнить или нам и записать то есть такого чтобы ты закрыла дверь навсегда и больше никогда к этому не вернулась для тебя нет ни как бы человек не стучался я очень отходчиво я могу конечно крушить кричать и так далее но я очень отходчиво поэтому я и говорю что вопрос к тому что наверное если я понимаю что человек действительно осознал свои не то что ошибку этому скорее речь идет о каком-то предательстве да не об ошибке то наверное я дипломатические отношения точно смогу восстановить но если дипломат по натуре я просто мне не нравится конфликтной ситуации я их не очень люблю мне в них самой некомфортно вот есть люди которые наоборот очень большую полюбитом ликтор питаются я а мне и вот и особенно вот разовая еще как-то могу понять а вот именно жизнь в конфликте и вот выискивание вот этих особенно не люблю там против кого дружить такую тустория так это все как-то не люблю какие планы клуба 418 что-то грандиозное грандиозное ой но планов конечно просто у нас нам не за ним занимать ни у кого не надо идею потому что мы хотим делать выездные лекции мы хотим может быть на постоянной основе в некоторых странах европы делать лекции мы хотим мы будем делать фестиваль в пскове мы планируем в рамках экономического форума в сам петербурге делать благотворительное мероприятие вот потом мне кажется что у нас все время какие-то идеи рождаются даже мы сами не ожидаем то есть вот мы с кем-то встречаемся и это происходит сил бы хватило на все это чтобы это все продолжать я знаю что ты заядлая театралка практически ни одной недели они проходят чтобы ты не пошла театр не посмотрел какой-то спектакль могла бы ты порекомендовать нашим телезрителям какие-то театрально интересные постановки может быть не только московских труп но и региональных ну да любите ли вы театр как люблю его я просто это очень специальная история я считаю то есть взгляд на театр настолько сейчас у всех разный что даже мне кажется хуже чем с кино то есть одному нравится серебряников богомолов а кому-то нравится я даже не знаю там какие-то постановки не будут усов может быть да там додин додин вот они все равно ты додин он начинал то как также как в принципе богомола серебряников то есть когда он делал по восемь часов спектакль с них уходили люди поэтому он в принципе тоже провокатор ну бы я просто ну там как дела этот малый герметический театр ну классические истории поэтому я люблю все-таки провокацию но все-таки что тебя поразило из последней кстати последних стать классическая история из последних мне безумно понравилась постановка в северского цирюльника опера в мариинском театре на новой сцене это очень современно очень красиво фантастическая музыка понятны просто прямо настолько ощущение праздниковых как щелкунчик да у нас большом перед новым годом так вот это только они сделали еще такой прям перфоманс то есть они выходят огромные куклы 6 метров ну там у страха глаза велики 2 метра я не знаю но очень большие из папье-маши куклы вот эти вот там они выходите на сцену там какие-то актеры в начинаем или прямо зала и вот это прям вот прям настоящий праздник очень приятно если кто-то собирается санкт-петербург очень советую ну и театр европы там тоже мне кажется что додинские спектакли вишневый сад коварства и любовь с ксении рапопорт с козловский на него из боярской прям постановки додина очень-очень-очень советую спасибо на спасибо тебе огромное как всегда очень интересно познавательно и очень позитивно у нас гостях была совладельца интеллектуального клуба 418 надежда оболенцева спасибо большое что все утра так хорошо начинались спасибо